Артемий Троицкий, хижины дяди Тёма, канал АРУ-ТВ, партизаны «Земляночное телевидение» приветствуют вас. Этот сюжет посвящен продаже с аукциона паспорта Виктора Робертовича Цоя, а также его записной телефонной книжки, а также первого варианта текста песни «Перемен», которую вы все прекрасно знаете. Произошло это совсем недавно в Москве на аукционе под названием «Литфонд». Паспорт был продан за 9 миллионов рублей, текст песни «Перемен» за 3 миллиона 600 тысяч, телефонно-записная книжка Цоя за 3 миллиона рублей. Ну, естественно, первая мысль, которая приходит в голову любому нормальному человеку – это не подделка ли это? То есть, как-то так, спустя столько лет, вдруг обнаруживается, скажем, паспорт, телефонная книжка. В Советском Союзе жизнь без паспорта была вообще практически невозможной. Ну, в современной России, я думаю, почти то же самое, но в Советском Союзе в этом смысле было еще строже. То есть, вот так вот взять, потерять, потом и найти, потом еще продать паспорт – это какая-то странная история. Ну и книжки там – это тоже ценная вещь, как вы понимаете, телефонная и записная, а также тексты. Ну, тут я вынужден вас не то обрадовать, не то огорчить. Судя по всему, это все подлинные вещи. Почему? Потому что я знаю точно, что где-то в районе 1986 года была достаточно известная и громкая история – Союзе ограбили, и в том числе у него был украден паспорт. И долгое время он жил и даже вынужден был путешествовать, прописываться в гостиницах и так далее, не по паспорту, а по справке об утере этого паспорта. Это продолжалось довольно долго. Про записную книжку я не помню, но украдено было сразу некоторое количество вещей. Так что паспорт подлинный, записная книжка, я думаю, тоже. Если бы она мне попала в руки, я бы там все легко идентифицировал, потому что пишут, что там и мой телефон тоже имеется, он у меня с тех пор менялся много раз. Можно было бы легко это все проверить. Значит, как работники аукциона объясняли происхождение этих вещей? Они сказали, что в одной квартире, где Цой якобы бывал спустя много лет, за холодильником обнаружили какой-то полиэтиленовый пакет, а там среди пыли, грязи и так далее, значит, вот эти все документы. Этой версии я не верю. Не верю ни секунду, потому что предположить, что Цой был у своих каких-то друзей и знакомых и забыл там свой паспорт и записную книжку, и они ему этот паспорт и записную книжку не отдали, вероятность этого ноль. Такого не бывает. Все Цоя знали, все Цоя любили, питерская рок-тусовка была такая достаточно, ну, скажем так, немноголюдная, поэтому если бы он оставил паспорт у своих знакомых, этот паспорт был бы ему немедленно возвращен. Кроме того, Цой говорил, я это помню даже, смутновато, правда, но помню, что это была кража, он даже написал заявление в милицию о том, что у него это дело украли, что это было дико неудобно, он должен был, скажем, лететь в Крым на съемки фильма «Асса», а без паспорта билеты не продавали, и вот он вот там вот мыкался там как-то, ездил туда на поезде и так далее, и всякие люди ему помогали там кто как. То есть было заявление в милицию, и это было конкретно заявление о краже. Ну, а теперь прикиньте, что получается, что на аукционе торгуют заведомо краденными вещами. Это как же так? На мой взгляд, это абсолютно незаконно, и, как мне представляется, этому делу надо срочно дать совершенно иной ход. То есть аукциону надо извиниться за то, что они не проверили то, что называется провинанс, то есть происхождение этого самого Цоевского лота. Людей, которые принесли эти документы для продажи, и неплохо себе где-то порядка 15 миллионов рублей наварили, их вообще надо подвергнуть допросу и так далее, что очень может быть, что это те самые люди, которые вещи и украли в свое время. Ну, а что касается до самих вещей, то, конечно, у каких-то анонимных покупателей, то есть кто купил эти вещи, не сообщается, неизвестно. Ну, какой-то там богач-коллекционер, который у себя это потом спрячет в столике красного дерева или в сейф каком-нибудь и будет показывать своим дружкам и любовницам. А вот у меня паспорт Цоя есть. Крото! Значит, документы Цоя и паспорт, и записную книжку, ну, естественно, текст песни «Перемен». Все это надо отдать наследникам Виктора Цоя. То есть наследник его это Саша Цой, хороший парень, уже давным-давно совершеннолетний. Ну, и жив еще Цоев отец Роберт, которому это тоже может быть очень приятно. Если представляете, сын получает паспорт отца, выписанный в 1979 году, когда Цой был еще моложе своего теперешнего сына, причем намного. Это было бы здорово, это было бы очень трогательно. Ну, что с этим сделает, скажем, Саша или Роберт, я не знаю, но я был бы очень рад, если бы это отдали в музей. Музея Цоя в России, насколько мне известно, пока нет, но есть, скажем, в Питере на Пушкинской 10 музей под названием «Реалии русского рока», где уже очень много всего собрано и про питерский рок, и вообще про русский рок. Вот там бы, конечно, эти экспонаты бы очень пригодились. Есть дом русского рока в Череповце. В общем, я думаю, что есть такие места, которые просто плачут по этим самым экспонатам. Значит, каким образом это дело можно исправить, я, честно говоря, не знаю, потому что я не знаком ни с какими этими аукционистами, но я надеюсь, что это мое сообщение услышат, что его услышат те люди, которые в курсе того, что надо делать. Можно подавать в суд, можно писать петиции, можно там на Change.org что-нибудь организовать и так далее, но, по-моему, это абсолютно необходимо, потому что эти вещи – это достояние национальное, а не достояние каких-то анонимных типов. И главное-главное, ну, тут вы, естественно, можете сказать, что имеется частная коллекция, где, может, тоже висят картины Малевича и Кандинского, представляющие национальное достояние, но частная собственность. В общем-то, да, так оно и есть, нет претензий, но в данном случае речь идет о краденных вещах. А краденные вещи, краденные вещи должны, конечно же, изыматься из частного владения. Этому имеется масса примеров во всем мире. Так что давайте, ребята, спасем паспорт СОЯ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова